всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и в сегодняшнем видео я хочу вам показать как мы ездили в геленджик и еще в одно местечко недалеко от геленджика тоже здесь гуляли по набережной и как вы видите здесь музыка играют в общем именно поэтому я озвучу видео сверху очень красивые вот эти вот мне вообще вот все растения это просто не что вы посмотрите какая красота рай любого любителя цветов просто я восхищаюсь всем что здесь растет у нас конечно в питере такое наверное в таких объемах не растет вот и конечно набережная тоже очень красивая мы здесь погуляли и остались под таким положительным впечатлением я никогда не была в геленджике вот и поэтому мы тут впервые тут какой-то марш был мы не поняли к чему это но мы и не успели то есть уже видите уже они куда-то ушли тут люди стояли смотрели розы но это вообще мой рай я обожаю розы и конечно здесь они везде здесь их просто они какие-то нереально красивые растут такие сами по себе вот и конечно очень красиво сделано смотрите какие какая прелесть такие желтенькие красненькие все вместе летать на солнышке выгорели я не поняла она смотрится просто огонь девочки вот конечно я бы с удовольствием себе приобрела розу кстати кто знает под кто-нибудь из москвы и санкт-петербурга привозила вот так из теплых стран какие-то растения розы не комнатные я имею ввиду и как выживали или нет мне почему-то кажется что у нас не выживет это точно есть вот такой городской пляж то есть по крайней мере зиму не перезимуют не на может я ошибаюсь вот но у нас бывает сильные морозы в питере да бывают и нормальная нормальная зима да то есть не нет таких прямо сильных морозов в общем не знаю но набережная тут очень красивая конечно же все растения которые едут поснимала и я просто ходила как я не знаю кто мне надо в каком-нибудь оранжерею отправить да на целый день и я там точно подзависно здесь 1000 так сделано красиво такие скульптуры как беседка такая вся плетена плетистыми розами мсиво очень прямо вообще девочки я у вас в полном восторге вот сама набережная тут еще есть знаменитые маяки но мы до них не дошли уже а вот потому что поехали дальше такие различные скульптуры тут дам символ генджика вот эти цветочки тоже я не поняла что это за цветы но очень красиво смотрится похоже на петуни но листики никак у петуни не знаю что это за цветочки и вот символ геленджика вот такая вот невеста красивая сделана белая вот в общем мы тут тоже погуляли понаслаждались отличнейшей погодой вот и ним отличными видами и вообще ну прям впечатлил меня геленджик очень красиво здесь вот тоже пирс в общем много всего интересного гулять да гулять до самом геленджике вообще много что интересного есть но мы не все скажем так посмотрели поэтому да есть ехали мы специально в одно местечко который очень хотел посетить мой муж вот поэтому геленджик мы заехали так чисто посмотреть вот ни разу да с мужем не были в геленджике мы вообще все время когда ездили на юг россии да мы ездили вот в анапу то есть в анапе мы получается вот в этом году четвертый раз вот как то вот нам нравилось время в анапе но мне нравится больше горы особенно горы и моря это вообще нечто я конечно на саму гору забраться не хочу но вот просто стоять и смотреть это да и конечно же виноградники вот мы даже когда ехали уже сюда столько виноградников и просто какое-то нереальное количество везде виноград везде это просто нечто и не знаю различные всякие фермы и так далее в общем посмотрите какая красота горы это же вообще нечто и здесь среди гор такой вот дома да здесь очень нереально круто жить с видом на море вообще я я бы с удовольствием имела бы такой домик приобрела вас и вот этот вот такой комплекс бассейном не знаю частный это дом или может быть также сдают вот а приехали мы как раз таки вот я вам показываю такую дорогу до называется голубая бездна раньше там насколько мы поняли оставь оставались но на машинах приезжали да и жили там посмотрите какая красота просто сейчас здесь место просто пешком то есть машины сюда не пускают только пешочка можно пройти никаких ограждений здесь нет вот природа она как она есть очень красиво знаете здесь такое место когда ты понимаешь что красота это страшная сила реально потому что очень красиво но при этом очень страшно особенно подходить краю я тут пыталась приснимать на самом деле страшно и при этом очень красиво туда вниз кстати можно как-то спуститься и там такой пляжик ну как типа дикого пляжа да смотрите какая здесь красота здесь эти много было достаточно людей фотографировали ну это просто виды с картинки реально с картинки посмотреть какая красота это просто нечто я извиняюсь что я постоянно говорю очень и так далее но такие впечатления всем еще раз огромный привет я извиняюсь за то что позади меня из-за себя тоже мы сходили бассейн и если я еще буду приводить себя порядок то видео вообще будет выходить крайне редко вот поэтому показывайся как есть так хочу вам показать небольшие свои покупки и немножко продолжить рассказ про место в котором мы живем то есть про квартиру в суку поселок называется сук к с двумя к и на конце о просто не совсем поняли ну такое название да я тоже говорила когда мне там спрошу куда вы едете я в суку куда куда непонятно да девочки я сумасшедшим вы знаете об этом вот надо во первых мы когда были в лесу обычно я на самом деле такое не делаю но тут я прямо не удержалась плющ это кстати плющ обыкновенный но он рос ну как не в лесу вот в местечке да который называется голубая бездна который мы были и вот пока там идешь по дорожке там очень много всяких красивых деревьев растений и так далее и там рос плющ я просто оторвала кусочек и короче сумма посадила вроде бы даже у меня тут пытаются пустить корешки не знаю какие тут у меня подсохли но не знаю что из этого выйдет буду экспериментировать вроде ничего живой я даже умудрилась зайти в цветочном магазине купить грунт вот так что да тут мог и не всякие шишечки какие-то короче кричать сумасшедшим это еще не все я вам сейчас покажу свои покупки дальше зашла я конечно же цветочный магазин вообще мы сможем заезжали еще в анапе в питомник питомник там были в основном растения такие садовые розы ничуть здесь розы по 250 рублей у нас такого же размера такого же сорта в питере по 1250 если не по 1750 растения различные и цветы здесь очень-очень дешевые и сравнению с питером я думаю с москвой то же самое поэтому я не знаю как я это повезу обратно мне нужно где-то раздобыть какую-то коробку наверное я не знаю пойти наверно на какой тут нет рядом рынков единственно что там где фрукты продает ну что мы коробочку попросить я не знаю короче я купила за 200 рублей 200 рублей девочки под кто из питера из москвы тут наверно понимает что это крайне дешево вот такую налину состоит из двух штук 200 рублей вы видали такое посмотрите какая она шикарная пушистая десна что я их естественно не пересаживаю штучка их не пересаживаю просто поставил сюда к окошку единственно тоже у нас северное окно видите корешочек тут даже стал чем вот такой вот налину состоящую из двух штук крышочек тут пытается дать вот я думаю что я их наверное разъединю и рассажу на 2 на лины 200 рублей у нас таких цен вообще нет также за 200 рублей я купила рипсалис написано рипсалис микс вот такое вот смотрите он у нас вот такой же кустик вот такой же я хотела купить у нас в обе он стоил 1200 рублей вот я помню потому что он же такой как бы немножко свисающий короче вы поняли да чем наташа занимается кто что привозят смотри наташи цветы поставлю их обратно у меня такая целая система я тут что там и покупает из-под клубники клубнику покупали конечно клубника фрукты черешня не сравнится девочки еще этот шелковица здесь называют ее шелковица у нас питере и называют шелковица а вообще это правильное название тутовник написали она вообще здесь просто нереально вкусная клубника ну конечно все фрукты очень вкусные мы тут объедаемся вот ведь у меня тут в таком вот состоянии состоит час я поставлю сюда это еще не все за 500 рублей я купила вот такой филадендрон смотрите какой красавчик у нас вот такой вот вот такой вот 1000 за 2 наверное я бы купила филадендрон скандас брази бразил бразил дальше не написано ничего смотрите каприз повезу домой сюда вот такие у меня покупки девочки только я могу так так я поснимала вам немножко территорию мы сейчас ходили там и к чему есть сайт вот он место где мы находимся мы снимаем квартиру почему на месяц но я девушки уже одна ответила да почему на месяц но был выбор на меньше нас уже вечереть на самом деле время время почти 7 часов вот постараюсь быстренько рассказать был выбор либо ну все в деньги да как бы упирается как у всех наверно значит выбор либо какой-то пансионат либо отель где с питанием и так далее но на меньшее количество времени либо на месяц причем может получается так сработает что он может как бы провести две недели с нами потом уехать и потом опять к нам вернуться то есть у него есть такая возможность и мы решили из-за того что муж уезжает и приезжает почему бы не остаться на целый аж месяц здесь скучно ли нам нет не скучно я читаю книгу сейчас я вам покажу я читаю я свои библиотеки вообще мы перед отъездом покупали книги с мальчишками но вот у меня сейчас старший сын читает вот эту я умею уже показывала что я покупала кота эрмитажа это у меня старший читает младший у меня то есть у меня дети даже читают здесь книги вот а младший читает вот такое пираты кошачьего моря очень нравится вот эта книга кстати младшему вот у кого есть детки возьмите на заметку вот автор называют пираты кошачьего моря вот такая вот очень интересная это мы выбирали перед поездкой сюда себе я забыла какую-либо книгу выбрать решила взять библиотеки вот такую кстати я ее не читала ни разу называется преступление ворсивали ворсивали до ворсивали эмиль габорио но тут в этой книге не только вот это преступление да здесь еще тайна желтой комнаты рассказы арсена люпена и господин лекок и другие французский детектив классические в общем я читаю я читаю когда около бассейна нахожусь и с огромнейшим удовольствием читаю плюс мы же снимаем квартиру то есть у нас никто здесь не убирается нам никто не стирает нам никто не готовит и так далее поэтому в любом случае завтрак я готовлю обед кстати я чаще всего готовлю вот такое что-то там супчик с мокрошками холодный борщ делала окрошку вот у нас сейчас на обед окрошка единственное что редиска тут его почему-то нету нигде вот я ее так и не нашла добавляю туда гучка и получается очень даже вкусно вот ну и бывает на ужин что-то на ужин мы так не сильно там уж прям заморачиваемся там пельмешки или что-нибудь там могу картошечку отварить там с чем-нибудь сосисочкой или что-то такое да иногда ходим куда-то в кафешечку в ресторан тут кстати очень вкусно кормят и не знаю никаких вот стойте там отравление и так далее я пришла с бассейна я что вроде как красно но может быть сюда сейчас солнышко начинает может быть из-за этого так кажется на самом деле вроде они красны вот поэтому насчет того что скучно я с мальчишками и даже если я была одна мне не было бы скучно вообще потому что утром встал пока позавтракал посуду за собой помыл убрал тут и так далее пошел на море пришел обедал опять посуду помыл убрал и так далее так далее и начинаешь вот так вот и день уже заканчивается вот поэтому даже как-то маловато месяц я бы так сказал муж не предлагает горит хочешь я вам продлю поедем я по своим хвостиком очень соскучилась тем более эти мои хвостики они там издеваются над моей мамой как могут мне же мама осталась с ними они короче хулиганичивают едой перебирают там каспер тоже начал там лучше короче каспер вообще не молотка стал ходить взял на бонину постилку написал в общем они там короче это хулиганичивают вот мама мне рассказывает я у меня вообще у меня глаза вот такие никогда себе так никто не вел в общем да поэтому как то вот так получается вот и сам вот этот комплекс я снимала точнее я резервировала бронировала где-то в феврале на самом сайте мне понравилось просто мобилировка этой квартиры там вы можете посмотреть это студия улучшенная называется нас же как бы мы приехали сюда было четверо и нужно было четыре полноценных места то есть я с мужем здесь дети на той у меня кровати да и ну 5 это запасная именно поэтому я выбрала эту квартиру они все остальные ну я не стала брать там однокомнатные двухкомнатные во-первых это и намного дороже во вторых но я не вижу смысла потому что мы приходим мы здесь им приходим сюда обедать в основном иногда если уходим на пляж что он я на пляже могу что-то купить там перекусить например тоже кукурузу вареную кстати она очень вкусная здесь очень-очень вот и потом приходим ужинаем ну и вечер здесь проводим это вечером может куда-нибудь пойти гулять поэтому когда не вижу смысла больше вот по поводу того почему именно здесь почему не на суку потому что я увидела фото пляжа мне очень понравилось с одной стороны гора с другой стороны гора и посередине море ух ух Вот, завтра будет масштаба у нас. Вот, именно из этого пляжа я очень сюда захотела, и комплекс такой очень комфортный, он охраняемый, и есть два бассейна, то есть, если, допустим, погода там не очень хорошая, вы можете просто пойти по плавным бассейн и вернуться домой, да, ну, как-то вот так. Значит, по поводу того, я снимала на официальном сайте, то есть, я там писала, и потом там через электронную почту мы ещё общались, можно по WhatsApp общаться с девочками, которые занимаются сдачей этой квартиры, но не все квартиры здесь есть именно через этот сайт. Это, я так поняла, управляющая компания или что-то в этом духе, но есть те, кто когда-то купил эту квартиру, да, и сдаёт сам, тут куча объявлений, баннеры такие висят, сдам там, сдам посуточно и так далее. И вот как раз-таки территория жилого комплекса, здесь также есть, я дальше вам покажу, отель, но вот сейчас то, что я показываю, вот детская площадка, то есть, видите, окна выходят на детскую площадку, и видите, везде развешаны, много где развешаны вот такие баннеры, на которых написано там, сдаю посуточно и не только, и номер телефона оставлен. Всё очень ухоженно, пострижено, здесь и газон косят, и поливают, и подстригают вот эти кустики всем, просто нереально тут, видите, даже кто-то посадил яблоки, здесь есть люди, которые живут на постоянной основе, то есть, которые приобрели здесь квартиру, по-моему, до сих пор можно приобрести квартиру, не знаю, это нужно искать, смотреть, вот, ну, видно, да, что люди живут на постоянной основе, есть кто вот приезжает, снимает, вот тут тоже, видите, написана аренда, номер телефона, то есть, дают, наверное, непосредственно сами частники, так, всё очень красиво, где-то и розочки посажены, всякие хвойники, деревья, а вот это вот как раз-таки выход из территории жилого комплекса, выход по карточкам, да, то есть, по ключам там бассейн, и вот это территория отеля, тоже он называется Утриш, Утриш, здесь, кстати, вот ещё такие домики симпатичные, мне нравится, вот он, этот отель, не знаю, ну, там вроде бы есть бассейн, резиденция Утриш, отель, небольшая детская площадка, но сама территория у этого отельчика маленькая, вот, и вот как раз с одной стороны выход, и с другой стороны, вот этот выход, здесь вот как раз, вот в этих домиках, ну, всякие магазинчики, там и одежду можно купить, и всё, что хотите, вот смена, лагерь, да, и вот я показываю, везде, везде закрыто, прохода нет, и проход аж вот у второго светофора, вот видите, один светофор, где сейчас люди приходят, и вот там второй горит светофор, и вот там вот только проход на пляж к морю, то есть к морю один единственный проход, соответственно, если вы снимаете где-то вот на этой улице, да, где стоит магнит и пятёрочка, то имейте в виду, что идти до моря получится далеко, вот мы здесь проходим, здесь везде, ну, всё продают фрукты и так далее, и кафешечки, и всё, ресторанчики, всё, что вы хотите, всё, можно здесь найти, пятёрочка, территория очень красивая, ухоженная, вообще, прям вот очень кайфово здесь, и до моря недалеко, я ещё поснимала вам там покажу улицу, там дальше тоже есть отели, но идти очень далеко, потому что вот этот лагерь смена, там нет прохода, проход только получается, вот я показывала окна, у нас выходят на такую улочку, и вот по этой улочке прямо-прямо-прямо и до моря, нам идти до моря примерно минут 15 таким вот развалистым шагом, и мы вот по прямой прямо идём, а если где-то в другом месте, то это уже дольше нужно идти, ну, в общем, и море близко, и бассейн есть, и квартира классная, единственный минус в этой квартире в том, что нет отопления, в связи с этим, если вы, допустим, готовите и настирали бельё, и не вывешиваете бельё на улицу, а, допустим, здесь, у вас закрытый балкон, как у нас, то получается, в помещении становится сыро, и бельё может долго сохнуть, особенно если на улице нет солнышка, если пасмурно. В ванной комнате нет тёплых полов, и когда, ну, допустим, мы все там друг за дружкой помылись вечером, и там просто такой конденсат всё стекает по... прям с потолка капает, что называется, то есть там есть вот этот змеевик, который полотенце вешает, но его, видимо, недостаточно. Это единственные минусы. И ещё, мне там написала одна девушка, что она тоже присмотрела себе квартиру на август. Я вам от всей души советую, даже если у вас есть дети, тем более, наверное, если у вас есть дети, не выбирайте квартиру с окнами, выходящими на бассейн или на детскую площадку, потому что на детской площадке дети тусуются, наверное, до полодиннадцатого, если не до одиннадцати, чуть ли там не с восьми утра, я не знаю, они вообще уходят когда-нибудь с этой детской площадки, нет. Соответственно, Крин, Гам, но как все дети, да, то же самое на бассейне. На каждом бассейне есть дети, есть детская зона и, соответственно, Крик, Виск и так далее. Бассейн работает с девяти до восьми, ну и с часу до двух обед. Но если вы хотите днём, например, отдохнуть и вообще побыть в тишине, то не советую, лучше куда-нибудь вот, пусть будет эта северная сторона, в этом есть плюс, вот у нас окна выходят на северную сторону, и мы за всё это время не включали кондиционер, потому что просто открывали окна и замечательно здесь находимся, потому что нет вот этого, ну скажем так, жары нет сильной. Вот. И то же самое с балконом. Остеклённый или неостеклённый балкон? Вот я всё-таки застеклённый балкон, потому что вы открываете дверь на балкон, у вас работает кондиционер и у вас прохлада на балконе в том числе. То есть вы можете находиться как на балконе, так и в комнате, но при этом зато не посушить бельё, да, потому что если влажно, то, в общем, как-то так. Так что вот такие плюсы и минусы. Так здесь есть всё, и утюг, и кастрюльки. Вот у нас две кастрюли, здесь две сковородки разделочные. Единственное, нет большого ножа, знаете, не очень удобно резать, но я как-то уже к маленькому привыкла. Начали хотела большой нож купить, потом думаю, ладно уж, чего ж там. Вот, то есть есть всё, но бытовую химию, там средства для мытья посуды, для уборки и так далее, вы покупаете сами. Ну вот я вот покупаю капсулы для стирки, и они, кстати, тут магнитиво скидки, ну и, наверное, всё. Ну и средства для мытья посуды, средства для уборки ванной комнаты. Никто же не убирается. То есть сантехнику с собой помыть, конечно же, нужно. Так что вот так вот. Вот, я надеюсь, что я вам ответила на все вопросы, но я реально, я с удовольствием, вот будет возможность, я с удовольствием сюда вернусь, но я хочу ещё и в Абхазию бы с удовольствием бы съездила, и в Грузию, то есть в другие места ещё бы с удовольствием съездила, и в Крыму бы побывала бы. Ну, мы туда ездили, да, вот, но там бы тоже было, ну, как приехать на лето, да, побывать там, вот. Так что много ещё мест, которые я хочу посетить, не только на юге, но и на севере нашей страны, поэтому на Байкал. Я, моя мечта, я уже как-то говорила, поехать на Байкал. Ну, пока, пока нет, вот. Так что, так что сюда я бы с удовольствием вернулась, особенно если на длительный срок, вот так вот вы ни к чему не привязаны, хотите спите до 12, хотите спите, ложитесь поздно. Это квартира, да, вам не нужно там в 9, вот, с 9 до 10 завтрак, вот этого всего, это, на самом деле, в этом есть свой плюс, но есть свой минус, потому что нужно готовить. Но, с другой стороны, не знаю. Куча кафешек, есть кафешки, которые можно взять, просто прийти заказать с собой, там дальше за магнитом есть такой, как вагончик такой стоит, там суши-бар, можно просто вообще суши с собой заказать. Ну, заказать, они вам сделают, взяли, то есть, ну, проблем с питанием здесь нет никакой. В общем, опять много наболтало, всё, девочки, на сегодня уже буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно получилось полезным и интересным, не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую, до новых встреч!